Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Если вы до сих пор еще на нас не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много полезного и интересного, в том числе и обзоры на машины в различных форматах. Сравнение, тест-драйвы и обзоры технического плана, где мы разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора – это отнюдь нетипичный автомобиль в нашей компании. Да и вообще седаны бизнес-класса, особенно немецкого производства, гости у нас нечастые. Тем не менее, автомобиль довольно интересный и в поддержанном виде достаточно благоприятный в плане ценника, чтобы задумываться о том, а не прикупить ли себе подобную машину. В наших обзорах мы уже рассказывали про его предшественника – Mercedes-Benz E-класса в кузове V211, но сегодня речь про более современную версию. Встречайте, Ешка, V212. Mercedes-Benz E-класса в кузове V212 дебютировала в 2009 году. Эту машину выпускали по 2015 год. При этом на рубеже 2012 и 2013 годов автомобиль очень серьезно обновили. По части внешности раздельные фары уступили место блочным с красивыми галочками дневных ходовых огней. Что касается гаммы двигателей, то на этих машинах она была очень и очень обширной. Здесь были и бензиновые, и дизельные моторы объемом от 1,8 до 5,5 литров. Заметьте, что фактически объем моторов на E-классе этого поколения уже не особо соотносится с шильдиками на крышке багажника. Так, в частности, базовая версия E200 имеет под капотом мотор объемом 1,8 на 184 лошадиные силы с автоматической коробкой передач на 7 ступеней. Эта машина разгоняется до 100 км в час за 7,9 секунды, а максимальная скорость здесь 232 км в час, что отнюдь неплохо. Коробки передач у этих автомобилей могли быть как автоматическими, причем в разных модификациях, так и механическими. Но встречаются подобные крайне-крайне редко по типу привода, задний либо полный. Наш сегодняшний экземпляр 2011 года. Здесь автомат, задний привод и базовый двигатель 1,8 на 184 лошади. V212 – это большой автомобиль. Длина этого седана от носа до хвоста 4,86 м, ширина 1,85 м, а высота 1,47 м. Колесная база седана большая 2,87 м. Под стать и максимально разрешенная масса 2 тонны – 150 кг. Что касается радиуса разворота, то для заднеприводной версии он небольшой, с учетом габаритов самого автомобиля – 5,7 м. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то для заводской краски у Е-класса в кузове V212, разброс показаний толщиномера будет лежать в диапазоне от 90 до 120-130 микрон. Правда, найти машину, которая позволит вам ознакомиться с этими самыми заводскими показаниями, к сожалению, достаточно проблематично. Кстати, в том, что касается качества окраса, оно у Е-класса в 212 кузове очень и очень даже хорошее. Понятно, это не избавляет подержанные автомобили от наличия сколов, царапин и потертостей, но, во всяком случае, по сравнению с предшественниками, этот кузов демонстрирует великолепную стойкость коррозии. Кстати, в конструкции кузова этого автомобиля довольно широко используется алюминий. Алюминиевый здесь капот, передние крылья и крышка багажника. А остальные элементы имеют хорошую оцинковку. Так что, выбирая E212, постарайтесь остановиться на максимально небитом варианте. Хотя бы из тех соображений, что заводское покрытие не даст машине сгнить. Что касается разного рода характерных болячек, не связанных с коррозией кузова. У Е212 была проблема, особенно это касается дорестайлинговых автомобилей, с плохой герметичностью передней оптики. Фары на этих машинах достаточно часто потеют и полбеды, если бы это было только эстетическое неудобство. Но, как правило, излишняя влага способна вывести из строя либо блоки розжига ксенона, либо прочие механизмы фары. Что приведет впоследствии к ее замене или дорогостоящему ремонту. Также дорестайлинговые автомобили периодически страдали от появления дефектов на пластике, связанных с его локальным перегревом. Рестайлинговые фонари, которые имеют красивую светодиодную галочку на машинах с 2013 года, практически не болеют ни запотеванием, ни прочими какими-то вещами. И самая распространенная проблема на рестайлах – это перегоревшие диоды, которых иногда не хватало на 3-4 года эксплуатации. Замена всей фары в сборе удовольствие отнюдь не бюджетное, но умельцы уже научились восстанавливать диодные ленты. Кстати, проблема с диодами характерна не только для передней оптики рестайлов, но и для задних фонарей 212 в принципе. Так что при осмотре подобного автомобиля в боевом виде проверяйте всю оптику на исправность. Для классических возрастных мерседесов очень актуально правило – чем проще комплектация автомобиля, тем меньше у вас потенциально будет проблем. То же самое можно применить и к 212 кузову. Например, часть машин укомплектована механизмом складывания зеркал. И вот этот самый механизм имеет свойство со временем отказывать, как правило, по причине появления окислов, либо все то же воздействия влаги. Предвестником грядущей проблемы будет скрежет при складывании боковых зеркал. Но на данной модели зеркала не складываются, так что одной проблемой меньше. Автомобили, которые эксплуатируются в регионах, где в ходу антигалоледные реагенты в большом количестве, очень часто страдают от отказа парковочных датчиков. Данный экземпляр оборудованными по кругу парктроники здесь и спереди, и сзади, и все это исправно функционирует. Часто бывает проблема кроется в банальном окислении и отгнивании проводки. Что касается бортового электрооборудования, конечно, автомобиль в этом плане сложный. И проверять все, что находится на борту, обязательно, включая подогрев сидений, попадаются случаи выхода из строя нагревательных элементов. И, кстати, обратите внимание на то, чтобы у вас нормально после тестирования гасла лампа СРС на приборной панели. Так же, как и на 211, на 212 случаются глюки с датчиком присутствия переднего пассажира, в результате чего машина начинает выдавать ошибку по системе безопасности. Что касается начинки подкапотного пространства 212, то моторов сюда устанавливалось огромное множество. Если взять все их модификации и все это распечатать на бумаге, получится довольно немаленького размера рулон. Поэтому поговорим про наиболее часто встречающиеся под капотом этих автомобилей моторы. И первым в линейке будет рядная четверка бензиновая с индексом М271Е18. Двигатель имеет объем 1,8 литра и устанавливается на модификации с шильдиком Е200 и Е250. В зависимости от варианта исполнения, подобный двигатель может выдавать от 184 до 204 лошадиных сил. Привод ГРМ у таких моторов, цепной гидрокомпенсатор и зазоров клапанов присутствуют. Используется нагнетатель, либо компрессор, либо турбина на более поздних версиях, а также непосредственный впрыск топлива. Соответственно, в наличии ТНВД. Присутствуют также и фазовращатели на обоих распредвалах. Первая и самая основная проблема, с которой можно столкнуться после покупки Ешки с мотором 1,8, как ни странно, это необходимость замены небюджетного комплекта газораспределительного механизма. Хоть здесь и цепь, но к пробегам под 100 тысяч километров она часто имеет свойство растягиваться и требовать замены. Второй момент. На данных моторах иногда случается ситуация, когда от образовавшегося на них нагара начинают подвисать клапана. Мало приятного. Поэтому при осмотре автомобиля особое внимание уделяйте соблюдению регламента обслуживания в плане замены масла предыдущим владельцам. 271-й мотор нередко демонстрирует и подтеки масла, а также подкидывает вопросы со стороны системы вентиляции картерных газов, которую надо поддерживать в чистоте и исправности. Кроме того, на прямовпрысковых модификациях, вследствие выхода из строя ТНВД, иной раз маслом может разбавляться топливом, что в первую очередь станет заметно по возросшему его уровню. Однако, несмотря на все вышеперечисленное, 271-й двигатель вполне способен отъездить у ручительного хозяина более 300 тысяч километров пробега. И, как уже было сказано во вступлении, даже с таким мотором Е-класс отнюдь не медленный автомобиль. Разгон с нуля до сотни чуть меньше 8 секунд. А расход топлива приятно удивит. Следующий по распространенности варианты это уже V-образные шестерки, тоже с алюминиевыми блоками. Причем на 212-й устанавливалось две разных генерации моторов. М-272 и М-276. 272-й мотор объемом 3,3,5 литра, мощностью от 231 до 272 лошадей, хорошо знаком еще по его предшественнику в кузове V-211. Помимо механизма ГРМ, 272-й мотор также отметился и проблемой с задирами. Причем на этом семействе задиры носили массовый характер. К появлению задиров здесь могло приводить довольно-таки большое количество факторов, включающие в себя, например, перегрев или запуск очень холодного двигателя в сильные морозы на масле неподходящей вязкости. Так или иначе, восстановление 272-го мотора это очень и очень дорогостоящая процедура. А покупка контрактного агрегата, мало того, что не бюджетная, так и сама по себе ничего не гарантирует. Кроме того, на М272 иногда вклинят заслонки впускного коллектора и встречаются подтеки масла по заглушкам на блоке двигателя. Более современная V-образная шестерка с индексом М276 выглядит предпочтительнее хотя бы с точки зрения задиров, которые на 276-й серии встречаются гораздо реже, чем на предшественнике. На 276-м моторе встречаются проблемы с импульсными дисками на распредвалах, а также, собственно, с механизмом ГРМ. В запущенных случаях менять приходится не только саму цепь, но и натяжители звезды и так далее, что приводит в конечном итоге к большим финансовым затратам, ввиду высокой стоимости оригинальных компонентов. А менять ГРМ на 276-м моторе нужно также раз в 100 тысяч километров пробега. С этой точки зрения неплохим выбором под капотом Е-класса представляется еще один распространенный вариант. Это дизельный двигатель ОМ651 объемом 2,1 литра и мощностью от 170 до 204 лошадиных сил в зависимости от модификации. Эта рядная дизельная четверка имеет цепной привод газораспределительного механизма, вернее, привод, там комбинированный, нижняя часть которого выполнена на шестернях, а сверху цепь. Цепь на таком моторе располагается с тыльной стороны. Система впрыска Common Rail, а также присутствует турбина. В наиболее мощных версиях две. 651-й дизельный мотор – это очень интересное сочетание маленького расхода топлива и хорошей динамики. Однако, следует иметь в виду, что у этого дизеля есть пара моментов, про которые нужно обязательно знать. Первое. У этого двигателя присутствует маслоохладитель. И в случае, если масло очень долго не меняется, система засоряется продуктами износа, соответственно, теплообменник теряет эффективность и масло начинает греться, то подобное может закончиться и проворотом вкладышей. К тому же результату приведет и выход из строя маслонасоса переменной производительности. В случае, если он зависнет на режиме малой производительности, а обороты будут высокими. Те, кто хочет подстраховаться от подобных моментов, вместо замены насоса пробегу около 200 тысяч километров, предпочитают просто поставить заглушку и тем самым оставить насос работать всегда на максимум. Подобные вещи зачастую помогают. Также на ранних версиях 212-х с подобным дизельным мотором стояли довольно капризные к качеству топлива пьезофорсунки производитель Delphi, по которым в 2011 году даже объявлялась отзывная кампания. Однако в целом 651-й дизель следует признать, пожалуй, одним из наиболее ресурсных агрегатов для данной модели. Даже у агрессивных водителей при нормальном регламентном обслуживании эти моторы выхаживали порядка 400-450 тысяч километров. Так что после хорошей диагностики 212-й с дизелем брать вполне себе можно. В любом случае эти двигатели будут требовать внимания и средств на обслуживание, поэтому желательно взвесить все за и против с финансовой стороны, прежде чем покупать себе подобный автомобиль. Что касается коробок передач, Е-класс в этом кузове оснащался как автоматическими, так и в крайне редких случаях механическими КПП. Механическая шестиступенчатая коробка сама по себе достаточно неплохая и агрегатируется она, как правило, с моторами младшего объема. Такие машины в большинстве своем завозные из Германии. У официальных дилеров подобный Е-класс купить было практически невозможно. Тем, кто задумывается о покупке Мерседеса на механике, если таковые отыщутся, следует иметь в виду, что у шестиступенчатых коробок бывают проблемы с механизмом переключения. Банально разбивается пара шар-втулка и кулиса начинает люфтить. Причем ремкомплектов на 212-й вы уже не обнаружите. Второй момент механика практически гарантированно будет иметь двухмассовый маховик, в случае выхода которого из строя его замена будет небюджетной, да еще придется поискать, например, контрактный вариант. Так что самый надежный выбор это все же Ешка на автоматической коробке, которых здесь также могло быть несколько видов, самыми распространенными из которых являются коробки типа 7226 и 7229. Первая это пятиступенчатая КПП, также известная как 5G-троник и по большому счету про ее надежность сказать что-то плохое вряд ли получится. Трансмиссии эти выхаживаются выше 300 тысяч километров пробега. А вот с КПП 7229, которая имеет уже 7 передач и соответственно коммерческое наименование 7G-троник, придется быть поаккуратнее. Многие владельцы подобных трансмиссий имеют привычку жаловаться на странности в работе коробки. Ходят они долго, но если задаваться целью быть перфекционистом и довести работу 7G-троник до идеала, это может и не получиться, причем потянув за собой изрядную долю финансовых затрат. Самым распространенным дефектом, связанным с 7-ступенчатой КПП, является выход из строя электронной платы ее управления. Помимо этого трансмиссия боится перегревов, поэтому если вы купили Ешку с 7-ступенчатой КПП, не поленитесь раз в сезон чистить радиаторы, так как контур охлаждения коробки должен всегда работать исправно. Довольно интересным является тот факт, что на мощных версиях AMG 7-ступенчатые трансмиссии сочетаются не с гидротрансформатором, а с пакетом двойных сцеплений. Однако таких машин очень мало и подобные трансмиссии по сути дела вещь в себе, ресурс для которых становится понятием весьма относительным. В любом случае при покупке Е-класса не поленитесь свозить машину на профильный сервис, где при помощи фирменного мерседесовского сканера вам расскажут про автомобиль решительно все. Перед тем, как посмотреть на 212-й снизу на подъемнике, давайте пробежимся по дорожному просвету. И это один из немногих случаев, когда низшая точка автомобиля будет вовсе не под защитой моторного отсека, а как раз-таки под передним бампером расстояние от асфальта до его края в данном случае это 13 см. До накладки порога за передним колесом 14 см. Брызговичок перед задним колесом находится на высоте тех же 14 см от асфальта, а край заднего бампера в 21 см от поверхности. Так что если вам нужно припарковаться к бордюру на 212-м, на всякий пожарный лучше делать это задним ходом. Что касается передней подвески 212-го, то здесь компания отступила от привычных схем с двухрычажной подвеской на прошлых поколениях Е-класса. В данном случае у нас стойка типа Макферсон, но нижняя часть здесь отличается. Вместо одного рычага на 212-м используются сдвоенные, в каждом из которых стоит шаровая опора. Так что шаровых передней подвески здесь все же 4 штуки. Что касается ресурса компонентов ходовки, то если говорить про оригинальные запчасти, все здесь живет более 100-120 тысяч километров. Кстати, рулевые наконечники не исключение, но все это относится к оригинальным запчастям. Однако большинство подобных автомобилей на вторичке вряд ли будут ими укомплектованы, а ресурс запчастей-заменителей в данном случае предугадать сложно. Зато рулевая рейка на 212-м не вызывает вопросов до пробегов как минимум 1200, а то и больше. Кстати, если вы смотрите полноприводный Е-класс, в обязательном порядке на диагностике обратите внимание на состояние подшипника в поддоне, через который проходит вал переднего привода. В случае, если этот подшипник заклинит, дело может закончиться с заменой всего поддона. А это будет очень небюджетная процедура, небюджетная по сравнению со стоимостью замены самого подшипника. Опять же, чем проще, тем лучше, поэтому задний привод будет менее затратным в содержании. Что касается задней подвески, то здесь у нас многорычажная схема. А это значит, что с каждой стороны у нас по 5 рычагов. Сайлинблоков здесь не просто много, а очень много. И при осмотре подержанного 212-го на всякий случай обращайте внимание на их исправность. Менять здесь что-то по отдельности зачастую мало смысла и проще купить весь комплект задней подвески и заменить его в сборе. Чтобы в последующем не обращать сюда внимания, как минимум на протяжении 80-100 тысяч километров пробега. Пружинный амортизатор разнесены отдельно друг от друга. Ну а тормоза здесь, естественно, вкруг дисковые, как же иначе. Что касается стойкости кузова к коррозии, то в данном случае 212-й демонстрирует хорошую коррозионную стойкость не только сверху, но и снизу. На автомобиле 2011 года абсолютно следовые количества налета ржавчины можно увидеть разве что на черном металле, на подрамнике и рычагах. Но никак не на самом кузове. Общий вывод по 212-му Мерседесу, как по модели, будет следующий. Это совершенно точно не та машина, которую следует покупать на последние деньги. Или на которой стоит пытаться сэкономить в плане эксплуатации. Разве что только ваш период владения ей действительно будет очень коротким. Этот автомобиль покупают не за низкую стоимость содержания, а за те ощущения от вождения и эмоций, которые эта машина способна дарить. Особенно если речь идет про старшие интересные версии. Основным козырем этого поколения Е-класса будет хорошая сопротивляемость к коррозии. Эти машины не ржавеют и это уже на самом деле половина успеха. Если не выбирать версии с откровенно неудачными двигателями и не покупать убитый экземпляр с расчетом на восстановление, которое по определению дешевым не будет, то есть шанс по относительно нормальным деньгам получить очень комфортный, динамичный и великолепный с точки зрения поведения на трассе автомобиль. Правда, поиски достойного экземпляра вполне могут занять какое-то время подчас весьма продолжительное. На этом наш обзор подошел к концу. Если он оказался в чем-то полезен и понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на подъемнике в будущем. Ну а если заинтересовала конкретная машина из нашего сегодняшнего обзора, всю дополнительную информацию вы можете уточнить по контактному телефону. Он будет в описании, на нем же есть WhatsApp, поэтому пишите, звоните и задавайте вопросы. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!